Михаил Ефремов полностью признал вину. Он отправлен под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет тюрьмы. Внимание к истории колоссальное. Понятно почему, да? Ну, вообще любая оплошность знаменитости вызывает в обществе огромный резонанс. Ну, а здесь жуткая трагедия, страшные кадры и самой аварии. Да и просто шок от того, в каком состоянии актер вывалился из машины, на которой убил Сергея Захарова. Понятно, что алкоголь, понятно, что никак и ничем не оправдать актера. И самого сурового наказания он, конечно, заслужил. Я о другом. К сожалению, как показывает история, никто из нас не застрахован от самых страшных поворотов судьбы. И даже если вы много лет не пьете. И даже если вы звезда и народный любимец. Леонид Якубович об этом знает не понаслышке. Бесменный ведущий «Поле чудес» много лет уверенно управляет автомобилем. И несмотря на большой опыт, в 2001-м он насмерть сбил на своем Hyundai-акценте 30-летнего жителя Киргизии Сергея Никитенко. Молодой мужчина умер в больнице несколько дней спустя. Следствие установило, что виновником ДТП был нетрезвый пешеход, который бросился под колеса на красный сигнал светофора, а совсем не водитель. Именно поэтому Леонид Якубович отделался только сильным нервным потрясением. Правоохранители закрыли дело спустя пару недель после происшествия. За пару дней до нового 2013 года продюсер Константин Меладзе насмерть сбил 30-летнюю украинку и мать двоих детей из поселка Козин. Женщина выходила из-за маршрутки и не увидела автомобиль композитора. Произошло это в районе пешеходного перехода на трассе Киев-Обухов. Водитель был трезв, не стал скрываться с места преступления и не отрицал, что это он сидел за рулем. Сразу после ДТП он вызвал полицию, скорую, но спасти Анну пищало не удалось. Правоохранители завели уголовное дело, но Меладзе по какой-то причине проходил по нему как свидетель. По сообщениям СМИ он заключил с родственниками погибшие вне судебное соглашение, по которому обязался содержать детей, которых он сделал сиротами. В 2011 году 74-летний писатель и телеведущий Эдвард Родзинский стал виновником ДТП. Он объезжал пробку по встречке и врезался в автомобиль, за рулем которого сидел 25-летний Кирилл Чопоров. Сидевшая рядом его спутница Мария Куликова от удара погибла. В протоколе писатель вину признал, по словам очевидцев, на месте аварии. Вел себя адекватно, не угрожал, не звонил в вышестоящие инстанции и не кичил со своим статусом. Назначенная экспертиза признала Чопорова частично виновным в аварии, хотя в отношении Родзинского было заведено уголовное дело. В 2014 году оно было остановлено в связи с приуроченной в 20-летию Конституции России амнистии. Писатель выплатил родным погибшей 2 миллиона рублей. В убийстве признался и Филипп Киркоров на одном из телешоу. Пару лет назад он рассказал, что в 2003 году во время концерта в США в казино, принадлежащем тогда еще не президенту Дональду Трампу, он начал спускаться к зрителям и грубо, силой оттолкнул от себя 70-летнего охранника Томаса Роджерса. Мужчина упал, ударился головой, был госпитализирован, потом долгое время страдал от головных болей и спустя 6 лет скончался. Родственники американца инициировали судебное разбирательство в суде Нью-Джерси. Сам Киркоров во время этого процесса пояснил, что из-за яркого света просто не увидел охранника на лестнице, ну и поэтому столкнулся с ним. Однако очевидцы утверждали, что российский певец даже не пытался поднять упавшего, а цитата «стоял и смеялся». Суд присяжных, однако, оправдал артиста с перевесом всего по 2%. Не все звезды-убийцы смогли избежать тюрьмы. Звезда Иралаша и папиных дочек Михаил Казаков, больше известный зрителям, как Бочкин и Илья Полежайкин, никого не сбивал. Он в 2005 году встал на защиту своей одноклассницы Виктории, которой угрожал ревнивый молодой человек и в полудраке несколько раз ударил обидчика ножом. Пострадавший Кирилл Гуркин скончался в больнице, на молодого актера завели уголовное дело, и ему все-таки пришлось провести в тюрьме один год, после чего Казакова оправдали, признав его поступок превышением пределов необходимой обороны. Спустя 12 месяцев Михаил вернулся в кинематограф. Актер Игорь Петренко лично никого не убивал, однако за решеткой, как соучастник убийства, все-таки посидел. Будущая звезда оказалась на скамье подсудимых в 15 лет, после того, как его приятель задолжал одному человеку около 100 тысяч рублей, и осознав, что отдать долг не сможет, решил припугнуть кредитора дробовиком, а на помощь с тобой позвал Петренко. Дело обернулось убийством, и актер провел год в матросской тишине в ожидании приговора. Позже была выбрана более мягкая мера пресечения, а в 1997 году ему вынесли приговор 8 лет условно. К двум годам тюрьмы приговорили чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева. В 2011-м на выходе из столичного клуба «Гараж» он одним ударом отправил в нокаут 19-летнего студента Ивана Агафонова. Тот якобы попытался подкатить к спутнице Мирзаева, предложив прокатить ту на игрушечной машинке. От удара Агафонов упал, ударился головой о бордюр и скончался. Спортсмена признали виновным в подчинении смерти по неосторожности. После приговора Мирзаева отпустили прямо в зале суда, так как ему зачли срок, проведенный в СИЗО. Среди иностранных звезд, лишивших другого человека жизни, тоже хватает. Снупдог, он же Келвин Колдазар Бродус-младший, кто не знает, это один из самых знаменитых рэперов в мире, в 1993 году его арестовали прямо во время церемонии награждения MTV и обвинили в убийстве члена конкурирующей банды Филиппа Волдермариума. Не путайте с Волдемортом. Среди подозреваемых оказались также двое людей с близкого окружения рэпера, в том числе и телохранитель Снупа, который лично застрелил Филиппа. Адвокатам звезды удалось доказать, что убийство было актом самозащиты. Якобы Волдемариум угрожал Снупдогу и его друзьям оружием. Дон Кинг, пожалуй, самый известный в мире организатор боксерских поединков, однако крестный отец американского бокса еще и убийца со стажем. В первый раз его действия признали оправданной самообороной. Он застрелил нападавшего на него грабителя, когда тот попытался скрыться с места преступления. Второй раз он столкнулся с правосудием спустя 12 лет после того, как собственными руками задушил спортсмена Сэма Гэррета, задолжавшего ему каких-то 600 долларов. На тот момент звезда боксерского мира владел уже миллионами и собирался избежать наказания любой ценой. Дон Кинг запугал свидетелей, подкупил понятых, но приговор был неумолим. Убийство второй степени тяжести. Но чудо, еще одна встреча с судьей, и теперь Кинга обвиняют всего лишь в убийстве по внезапному умыслу. В итоге он провел за решеткой чуть больше трех лет. Сид Вишес, он же Джон Саймон Ричи, известный нам как басист пангруппы Sex Pistols из Великобритании, музыкант и его подруга Нэнси Спаджин были героиновыми наркоманами. Одна из доз стала для девушки последней, но не по причине передозировки. Как гласила официальная версия полиции, расследовавшей смерть Нэнси, приняв наркотик, Сид отключился в гостиничном номере. Когда пришел в себя, то обнаружил в ванной подругу заколотую ножом. Он сам вызвал скорую помощь и всячески отрицал вину, так как хорошо относился к Нэнси и никогда не проявлял к ней жестокости. Уже в тюрьме музыкант пробовал покончить с собой, но попытка завершилась провалом. Оказавшись на свободе после внесения залога, он принял большую дозу героина и на этот раз уснул уже навсегда. Ну и одна из, пожалуй, самых громких мировых историй. В октябре 2014-го южноафриканский бегун-паралимпиец, многократный чемпион паралимпиад, был признан виновным в непредумышленном убийстве своей подруги, модели и актрисы Ребекки Стэнтко. По иронии судьбы, трагедия произошла в день Святого Валентина 14 февраля. Оскар и Ребекка поссорились, девушка пошла в ванную, через дверь которой спортсмен и застрелил ее, как он впоследствии говорил, по ошибке приняв за грабителя. В ходе следствия статус обвинения был изменен с предумышленного на непредумышленное убийство, но и оно потянуло на пять лет тюрьмы. Журналисты, присутствовавшие на оглашении приговора, пишут, что зал судебных заседаний Писториус покинул со слезами на глазах. Оставляйте комментарии под этим видео, возможно, какие-то истории мы забыли.